Слово предоставляется Павлову Николаю Александровичу. Страшно выступать после таких слов. Вы знаете, остались самые заинтересованные, поэтому я вам сплетню начну одну рассказывать. Сплетня звучит так. А и Б сидели на трубе, а упало, Б пропало, что осталось на трубе. А имеется в виду следующее. Вот была такая партия, называется Яблоко. Это образовано по первым, с буквам трех фамилий. Явлинский, Болдырев, Лукин. Остался один Явлинский. Болдырев ушел. Вы, конечно, не любите читать книги, может быть, правильно, а поскольку я их читать люблю, я вам расскажу, что в них написано. А написано буквально следующее. Болдырев со скандалом ушел из Яблока. А почему? А ушел он потому, что господа, которые были в Госдуме, и в частности Явлинский, Михайлов и еще некоторые, с очень плохим качеством перевели документ, полученный от американских кураторов, который назывался закон о разделе продукции. И этот закон, как ни странно, был принят. Правда, Путин его потом прижал. По этому закону практически Россия ничего не получала от своих месторождений, природных ресурсов, прежде всего на Сахалине. Вот эта конкретная история, описанная не мной, а описанная господином Юрием Болдыревым в трех книгах. Этот человек потом был первым заместителем председателя счетной палаты, был членом Совета Федерации. Так вот, он расплевался со своими товарищами по партии, со скандалом ушел из нее. А вы до сих пор думаете, что Явлинский патриот и либерал. Это враг. Все либералы, без исключения, это враги. Они доказали это дело. Когда нас расстреливали, Немцов кричал Черномырдину, давите их, Виктор Степанович. А сегодня он здесь на Болотной выступает и говорит, что он патриот и он против узурпации власти Путиным. В 96-м году полностью фальсифицированы были выборы. Они молчали. В 93-м году Конституция была принята незаконно. Они молчали. И вдруг они похватились. Почему? Задайте этот вопрос. Не только потому, что их отлучили от кормушки, а потому, что они получили абсолютно четкий сигнал. Поэтому нужно разделять две вещи. Мы оппозиция. Мы русская оппозиция, направленная в своих действиях на то, чтобы улучшить жизнь в России. А есть оппозиция антирусская, которая хочет эту страну погубить. Вы скажете, это преувеличение. Нет, дорогие мои, не преувеличение. Я вам задам простой вопрос. Сколько сегодня Россия, которую клеймят за милитаризацию, клеймят за то, что мы империя, недобитая и так далее. Сколько Россия сегодня имеет военных баз за пределами своей страны? Отвечу. Две. Ну, а точнее две с половиной. Одна в Армении, одна в Таджикистане и в Сирии. Наши корабли могут заправляться. А теперь я задаю вопрос. Наши учителя демократии в США, сколько имеют военных баз за территорией своей страны? Ответьте мне. Это не зачет и не экзамен. Это дружеская беседа. Не отвечаете. А я отвечу. Более 700. По официальным данным Пентагона, 701-702. По некоторым данным около тысячи. Потому что они маскируют некоторые вещи. И они говорят, это не военная база. В скольких странах? Более чем в 130 странах. Вот с чем мы имеем дело, дорогие мои. И как бы вы вечером под подушку голову не засовывали. Но вот сейчас я ехал в метро и видел, что огромное количество девушек-милиционеров. Так вот, страна Израиль имеет всеобщую воинскую повинность. Вот здесь мой коллега молодой выступал. Говорит, нам нужна контрактная армия. Да, нам нужна контрактная армия в своей основе. Но, учитывая нашу сегодняшнюю ситуацию, я, например, не удивлюсь, что через 15, может быть, даже 10 лет все поголовно, начиная с 18 и 19 лет, включая девушек, будут в обязательном порядке служить в армии. Если мы хотим жить и выжить, другого варианта не будет. Понимаете? Не будет другого варианта. И тот, кто думает, а я не буду рожать, Машка нарожает там в деревне. Машки нет уже в деревне, деревни пустые. И вот перед нами встает в полный рост страшный вопрос. Я не буду говорить вам, фамилию ученых, которые об этом говорят. Это, поверьте мне, Маслова. Встает страшный вопрос. Мы в ближайшей 20-летней перспективе имеем гарантию существования страны, народа, как более или менее независимое государство? Громадный вопрос. Некоторые говорят, нет, не имеем. Я человек не молодой. У меня уже есть и внук, и внучка. Но я вам могу сказать, а я уверен, имеем. Потому что мы, вот 20 лет мы бьемся, как рыба обляд. Мы пережили страшные дни. 4 октября 1993 года, вот Сергей Николаевич вспомнил эту ситуацию. Мы 6 часов пролежали под пулеметным огнем, шквальный. Выполняя свой депутатский долг. Но мы не испугались, и через 20 лет мы такие же. Так вот, любите нас. Верьте нам. Идите за нас. И тогда мы скажем вам самый главный, ключевой наш лозунг, который сказал не я, который сказал классик русской литературы. Он сказал страшные дни Великой Отечественной войны. Он сказал просто и ясно. Так стань жива весь свой рост, гордый русский человек. И пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России. Слава России!